Ну что, начинаем? Здравствуйте, дорогие девушки! Рада приветствовать вас в сегодняшний прекрасный вечер, наш третий день совместного погружения в тему женского предназначения и внешнего, всего внешнего вместе с внутренним. Есть у нас кто-то новенький? Ух ты! Ничего себе! Мне так интересно, почему? Здорово, я рада видеть вас, спасибо, что вы пришли. Тогда я скажу несколько слов о том, что мы делали в прошлые два дня. Во-первых, мы говорили о том, какую миссию выполняет женщина здесь, в этом мире, почему мы такие необычные существа и так сильно отличаемся от мужчин, и что включает в себя основное понятие «женственность». Ну что, помучить вас еще? Кто ответит, поможет девушкам? Вчера у нас девушки помогали, тоже новым девушкам. Сегодня кто ответит, что такое женственность, что в нее включается и какие основные понятия входят в женственность? Это, девочки, вообще нужно повторять просто, для себя повторять, чтобы у вас это было, ну вот в подсознании просто, до корки, знаете. Так что кто, кто сегодня хочет выступить в этой роли? Женственность — это состояние души, это умиротворение, это красота, мы при ней внешне. Так, еще. Смогу приятного. Это вас вчера не было, да? Или вы были? Вчера? Да. Были, были, да? Это просто, наверное, кто-то здесь вот. Вы руку поднимали, кто-то здесь поднял руку. Ну я поднимала. Вы, да? Все, я поняла. Хорошо. Кто может дать определение? Я как, знаете, преподаватель в школе. Так, детки. Давайте. Женственность, прославльность, каши, сапару, есть еще речи. Прекрасно. Давайте, садитесь. На самом деле, ну запомните, это знаете, почему важно запомнить? Чтобы у вас, у самой не было каши в голове. Что женственность, это очень обширное, да, понятие. И оно само по себе включает все, что принадлежит женщине. И это, прежде всего, совокупность качеств, которые присущи женщине. И поэтому нам легко определить, что относится к женственности, и что нет. И какие основные понятия, которые включают в себя понятие женственности? Все в конспекты. Целомудрие. Что еще? Служение. Еще? Обязанность. Чистота. Так, хорошо. Мы сейчас кидаем, да? Одно попадание, второе попадание. Еще? Еще? Милый серфик. Кто еще может добавить? Все? На самом деле, сказали правильно, что основное, что включает в себя женственность, это целомудрие. Но что еще помимо целомудрия? То есть, женственность — это характер, поведение, внешний вид и внутренние составляющие, то есть внутренние качества. Но целомудрие мы должны запомнить отдельно, потому что это самая основа женственности. И там, где нет целомудрия, там не может быть женственности. Потому что целомудрие — это вообще, в принципе, предполагает, что женщина, она выполняет свою основную роль, да? То есть, она целомудрена. Что такое целомудрие? Ну давайте, девочки, это же все вы знаете, я уверена. Слава души и тела. Как еще раз? Слава души и тела. Целостность вы хотели сказать, да? Целостность. Верно, да, целостность. Что еще? До брака — это ты невинный, после брака... Ну, в браке ты принадлежишь к одному мужчине, ты умеешь концентрироваться на одном мужчине. Да, верно. То есть, концентрация, то есть, до брака это предполагает, что мы... Вообще, в принципе, девушке очень важно в себе воспитать понимание, что в браке она или не в браке, но она не обращает внимания на то, как на нее смотрят другие мужчины. Что это даст девушке, которая вне брака еще находится? Это даст ей собственное достоинство, потому что смотрит — не значит любит, не значит прям понравилось. Потому что смотрит у мужчины — это приравнивается действия у женщины. Ой, так это касается другого. Когда мужчина смотрит, это еще ничего у него не значит. Просто он привлекается вашими какими-то глазами, губами, грудью, всем чем угодно. И это просто наслаждение его ума. Поэтому девушке важно в себе воспитывать такую отрешенность от мужского взгляда. Не обращать внимания. Это не значит делать фи и уходить, если вы планируете уходить замуж в скором времени. Это благожелательное отношение ко всем живым существам, но при этом не какие-то ухмылки или улыбки, чрезмерное проявление интереса. Когда мужчина видит достойную женщину, то у него появляется интерес с ней познакомиться и так далее. Когда он видит открытую и доступную женщину, то он понимает, а, здесь можно полакомиться и пойти дальше. То есть ничего серьезного у него в голове не возникает. Что после брака? Вот это вот означает, вот это вот отрешение, чтобы женщина не смотрела. В принципе, то есть отсутствие взгляда самой, во-первых, на мужчин, а во-вторых, чтобы не отвечать взаимностью на другие взгляды. То есть не обращать внимания на взгляды мужчин. И самой не смотреть, и не реагировать на взгляды мужчин. Почему это важно в браке? Потому что целомудрие жены, это как раз-таки означает ее концентрация на одном мужчине, концентрация ее ума. Запомните, это очень важно. Потому что это основа вообще семьи. Когда женщина не сконцентрирована в своем сознании, свое сознание на одном мужчине, то это значит, что также вы подвергаете сомнения его верность вам. И это не физические даже, это тонкие вещи. Там, где есть вот эта вот концентрация ума на одном мужчине, у женщины, там раскрывается любовь. Там зарождаются высокие чувства, высокая, понимаете, такая чистая любовь, возвышенная любовь, которая нужна на самом деле всем. Потому что нам на самом деле не секс нужен, да, и не нужны нам, как вот сейчас, ну, если вы просто поспрашиваете у людей, что они подразумевают под семьей. Так как нет качеств, у женщин нет женских качеств, у мужчин нет мужских качеств, то единственное остается, что наслаждаться просто вот половыми отношениями. И если вы просто поспрашиваете людей на улице, то вот такой ответ и будет, что это интимные отношения и как бы все остальное, это для того, чтобы вот это вот счастье поддерживать, то есть интимные отношения. Но как ни крути, в любом случае интимная связь, если она, если на ней концентрация, то, то есть если она ставится во главе, то просто-напросто 3-4 года все пропадает. Вот эта вот страсть сильная, угасает чувства, потому что чувства, они все-таки всегда присыщаются. Присыщаются. Что-то относится ко всему общему. В жизни, чем бы вы ни занимались, будь то, там, даже вот яблоками питаться неделю, ну, то есть вам надоедят, да, самые вкусные яблоки. Там, сколько бы, как бы сильно вы не любили торт, но вы не сможете там съесть больше там нескольких тортов, да, и все. И вам этот торт потом будет неинтересен. И так во всем, в принципе, поэтому это надо знать, что все-таки материальные вот эти вот чувства, они всегда присыщаются. Сто процентный факт. Не стоит делать ставку в семейных отношениях на интим. Вот, это примерно вот так вот, чуть-чуть о том, что мы вчера говорили. А сегодня, о, вчера и позавчера, а сегодня мы уже говорим чисто практическая у нас уже часть, мы вчера немножко начали. На чем вы вчера остановились, девочки? Что последнее мы разбирали такое, очень уже практичное-практичное такое? Волосы, да? То есть мы начали разбирать энергетические точки. Давайте вспомним. Что же там такого ценного в наших волосах, и что надо с ними делать, и чего с ними делать не надо? Варианты из зала. Их нужно заплетать, убирать, не распускать их на работе, к примеру, в тех местах, где ругаются, употребляют. Ну, чтобы не забирать всю энергию. Потому что когда волосы распочлены, то есть мы волосы энергию отдаем, хорошее свое отдаем, которое окружает нас, мы получаем обратно. И волосы — это связь с космосом. Отлично. Замечательный ответ. Да. И что касается, например, сна, как во время вечера, на ночь, там как лучше сидеть? Здравствуйте, пожалуйста, можно поделиться с вами. Да. Я всегда, ну как обычно, спала с распущенными волосами. И ну как бы, ну мне нравится бездечность, ну не знаю, вот так вот. Вчера послушала, все, запряла косу, нашла ночную, что красиво одела. Я так спокойно спала. Прям спокойно спала, вообще сладко. Это вот беспокойство ума, вот это, оно сошло. Потому что до этого, я когда спала, мне снятся сны какие-то. Тревожные, да? Нет, они не тревожные. Но просто какие-то проблемы, которые беспокоят, они, я их во сне переживаю. А тут очень спокойно спалось. Прям вот не было. То есть вы себя, ну вы прочувствовали, какая защита, да, была? И вот очень спасибо большое, что поделились. Потому что вот эти вот все вещи, вам нужно, ну каждое из вас, вам нужно прослеживать свои внутренние ощущения и чувства. Потому что кто бы что ни говорил, какой бы доктор, лектор, чего ни говорил, а все-таки вы будете следовать тому, что вы поймете и примете своим сердечком. Как бы там важно ни было. Поэтому спасибо. Я сама очень люблю ночнушках спать. Вот, кстати, да, вот кто вчера не был, мы говорили, что очень благоприятно спать именно в одежке. Пусть это будут какие-то красивые сорочки, ночнушечки. Я сплю просто вот в длинных, вот, таких у меня всякие разные там. Есть более такие с рюшками, там, с шелком. Есть больше хлопок такой вот тонкий, там, попроще. Вот, есть как в стиле, наверное, как крестьянский, да, такие просто они вот здесь собираются, тут хружевые, они такие широкие. Ну, это все очень мило и здорово. И в косу, и волосы в косу надо делать. Следующая, а, вот, следующая энергетическая точка у нас. У нас сегодня появились маркеры. Так, у нас есть несколько листочков. Поэтому мы нарисуем. Такая у нас девочка с башмачками. Так, вот это я. У меня прям вот это урок, знаете, живопись. Тут такая вот матрешка. Вот. Нарисовала я девушку в платочке. Здесь у нас уровень идет. Ничего, да, что у нее нет ни груди, ни талии? Вчера мы поговорили про вот этот уровень, да, то есть это первый. Это вот голова, вот эта вот зона, да, волосы именно. Вторая точка располагается на уровне седьмого шейного позвонка. Это вот здесь. Вот, то есть вот эта вот зона. Поэтому благоприятно делать внизу причесочки, то есть внизу косу опускать. И вот эту зону, ну, снизу как бы, ну, прикрывать ее, чтобы она не сильно была открыта. И поэтому не очень хорошо, чтобы был сильно вырез на спине, опять же. То есть вот такие вот вырезы не очень хорошо. Но это из той же истории, как вот там длинномиди, да. То есть есть длинномакси, которая благоприятна, безупречна, длинномиди, которая, как можно сказать, переходна. И, естественно, вы ради разнообразия-то можете что-то открывать. Вот. Но не самый лучший вариант это открывать спину. Идем дальше. Здесь у нас идут уже... Я шею не нарисовала зря. Но у нас еще здесь вот идет... Это плечи. Дальше у нас идет важная энергетическая точка, это плечи. И их очень важно закрывать, потому что раньше, в принципе, мужчины при взгляде на вноженное женское плечо теряли рассудок. Сейчас уже мы далеки от этих времен. И сейчас уже мало от чего мужчины теряют рассудок. Почему? Потому что слишком все доступно, слишком приелось, слишком открыто. Поэтому, если вы хотите, чтобы от вашего плеча ваш муж потерял рассудок, позакрывайте его, пожалуйста. Не открывайте. Вот если вы там даже выбираете платье в пол, какие-то в магазинах, не открывайте вот эти вот, знаете, декольтированные... Ой, не покупайте, да, декольтированные какие-то модели, чтобы плечи были открыты. Вот такого не надо делать. Пусть плечи ваши будут уже вот для мужа. Пусть только он видит. Потому что это очень сакральная точка. Сокровенная. Дальше идет у нас локоточек. И... Так, ну вот так вот. Значит, локти и запястья. Сейчас мы про все проговорим, а потом я скажу, что самое главное надо закрывать и что можно допустить себе в своих образах. Дальше здесь у нас идет грудь. Талия. Здесь мы поясочек такой нарисуем, у меня будет расписной поясок. Дальше у нас это бедра. Так, и колени. Колени и щекотки. Значит, локти и запястья, через них вытекает тоже вот энергия. Дальше идем. Следующая грудь. Грудь предполагается, что нужно защищать несколькими слоями одежды. То есть допускается ее, как сказать, вот обтекание. То есть, например, приталенная одежда. Но лучше, когда в несколько слоев. Поэтому даже если вы, например, шьете себе платье, то старайтесь, чтобы вот эта зона, она была на подкладке, например. Или там вниз по маечке еще. То есть грудь это такая зона, которую необходимо закрывать в несколько раз. То есть именно в несколько слоев. Пусть туда же сверху кофточка или еще что-то. Почему? Потому что это такая зона, и она всегда излучает энергию. И там находится чакра, которая, я не помню название. Вот, и вот несколько слоев. Дальше находится живот, зона. И чуть ниже живота. То есть вот это вот между седьмым и восьмым, вот эта вот точка находится. От пупка до самого низа ягодиц, вот эта вот зона, она считается самой важной во всем теле женщины. Вот эта зона всегда должна быть закрыта. Поэтому, если даже вам приспичило одеть какую-то кофточку, или знаете, сейчас вот модно там открывать вот эту зону немножко, да, какие-то короткие кофточки, следите обязательно, чтобы это было выше пупка. То есть приоткрыть можно только зону вот ниже груди, и, то есть где ребра, грубо говоря. Вот эта зона, она еще более-менее допустима. Но, что касается пупка и ниже, вообще под запретом абсолютно. И касаемо пляжной одежды и так далее, понятно, что многие не могут отказаться от бикини. Но лично я отказалась, я купаюсь в отдельной одежде, могу отдельно об этом рассказать, если у вас будет интерес. Но, если вы все же выбираете купальник, покупайте, сейчас очень модно, либо сшейте сами, тоже это можно приобрести ткань, такую лайкру, чисто лайкру. Вот, сшейте себе хотя бы купальник, который будет закрывать вам именно от пупочка. Ну, то есть, знаете, с пояском, такие, как в 50-х годах носили барышни. И, значит, там вот, чтобы попу тоже закрывал. Хотя бы, хотя бы так. Почему? Дело в том, что вот в этой зоне находится просто вот скопление всей нашей женской энергии. Это детородные органы наши, это вся наша женская сила, вся наша женская природа. Вот та вот, она вот зарождается и происходит. Почему сейчас глобальная проблема именно вот с этим? Проблемы с менструальным циклом, проблемы с болями внизу живота, проблемы с деторождением, бесплодие и так далее. Сейчас очень много там гинекологи получают, потому что женщины много в этом плане болеют. Потому что, почему, скажите. А еще глубже, если говорить вот даже не о внешней стороне, а о внутренней. Почему у женщин современных так много проблем с деторождением и с менструальным циклом? Потому что женщина отказывается быть женщиной. Правильно. Потому что женщина отказывается быть женщиной. Она не знает, кто она такая, и она не знает, какие ее привилегии и преимущества. Но здесь важный такой вот момент, что хотите вы или не хотите себя принимать женщиной, то есть уйдете ли вы после этого семинара полностью, начиная следовать тому, что мы здесь изучаем, или просто забудете на следующий день и положите далеко в полочку, вашу природу от того не изменить. Она будет лишь разрушаться. Поэтому, если хотите счастливой, гармоничной жизни, то вам надо, необходимо изучить, как работает ваше именно здоровье и в чем заключается ваша миссия здесь. Мы рождены, вот мужчина и женщина, два разных тела, да, вот человека. И в зависимости от того, мужчина это или женщина, соответствующая карма и судьба. Знаете, даже о какой карме? Все, наверное, знают уже, что это. Что это последствия определенных видов деятельности. Когда была эпоха Золотого века, то есть вы знаете наверняка, опять же, что в мире происходит все циклично. И то есть вот таким образом все круговорот происходит, создание, пребывание, разрушение. И с каждой эпохой ниже, 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 ниже происходит в результате разрушения. И вот мы сейчас живем уже на четвертом этапе. Век, который называется веком лицемерия, веком деградации. Да, мы живем в таком веке, и как бы ничего с этим не поделаешь, только нужно самим как бы развиваться и очищаться. А когда были времена Золотого века, когда люди были такие все прекрасные, любили друг друга, у них были восхитительные качества, отношения были на первом месте, да, то есть не наслаждение своих чувств, плюс, как сейчас мы видим, просто каждый стремится максимально насладить именно свои чувства, не заботясь об окружающих, да. Вот, то в те времена карма отрабатывалась очень быстро. И это происходило моментально. То есть человек что-то сделал и сразу, оп, там, да, отработал. Что-то плохое сделал, сразу получил результат. Что-то хорошее сразу получил результат. А что происходит сейчас? Так как у нас настолько много стало желаний, которые мы хотим реализовать, и все у нас буйство, сейчас в наш век у нас слишком много каких-то чрезмерных вот желаний именно удовлетворить свои чувства. Оттого у нас карма замедленного действия, потому что в очереди там уже слишком много чего мы там насобираем. Каждый день мы делаем всякую чушь, вот, и за это все надо будет потом отрабатывать. И сейчас у нас происходит, как мы отрабатываем это замедленным действием. Что это означает? Что сейчас вы находитесь там в этом теле, но... Хотела сказать грубое слово. Получать за это будете в следующей жизни. Улавливаете смысл? Что это значит? Что сейчас вы получили? Почему сейчас вот это происходит? То, что прошло. Правильно. Это значит, что то, что мы имеем сейчас, мы заработали не вчера и не позавчера, и не пять лет назад, а в прошлой жизни. Соответственно, мы не сильно-то и сможем изменить как бы сам ход действий. Да? И наш теперь выбор, то есть я сейчас о чем говорю? О том, что, ну, да, у многих есть много мужских качеств. Да, мы как бы не там, не в истинном понимании велические женщины. У нас там много того, сего и так далее. Но у нас остается сейчас только один выбор. Изучить свои обязанности, изучить свою природу, как нам действовать, и таким образом мы можем жить гармонично. Иначе мы будем просто получать подзатыльники. Просто каждый день получать подзатыльники. За то, что мы не следуем тому, чему должны следовать. Мы на первом самом занятии с вами, в первый день, обсуждали вопрос, который называется «Обязанности». Помните, вы говорили, да, про дхарму, да, говорили? Обязанности. Что, для чего даны людям, Богом, вот эти вот дхарма-обязанности? Для чего? Девочки. А? Довольны дхармы? Нет. Еще варианты? Ну, для чего? Мы говорили об этом. Для того, чтобы быть счастливым. То есть, смотрите, вы когда покупаете какую-то технику, новый блендер нового поколения. Раньше блендера у вас вообще не было. И вот вы смотрите на него, и, как бы, что делать? Если вы будете мокрую, например, вилочку, да, встыкать в розетку, что произойдет? Замыкание, да? Если, например, вы будете пальцы сливать в этот блендер, когда он работает, что произойдет? Вот, вы нарушите свое здоровье физическое, да? Отрубите себе что только можно. В чем здесь смысл? В том, что к этому блендеру что предлагается? Инструкция. Инструкция. Вот и так же к жизни человека прилагаются обязанности, благодаря которым мы будем счастливы. Соответственно, выполняя эти обязанности, будет счастье. Не выполняешь, отрубаешь себе там все, да, и замыкание происходит постоянно. Поэтому очень все примитивно и просто. В жизни все гениально и просто. То есть, идем дальше по энергетическим точкам. Вот мы проговорили, да, вот эту вот зону. Она самая главная. Поэтому рекомендуется носить пышные юбки, под юбники. То есть, вот эту вот зону максимально оберегать от внешних глаз. Не рекомендуется сильно облегающие, там, вот, например, платье, когда сильно там облегает. Понятно, что, опять же, я вот дальше вам проговорю про наше время и как это все адаптировать, да? Например, девушки, там, дресс-код офисный и так далее. То есть, будут уловки. Но смысл все-таки основной в том, чтобы вы в повседневной жизни защищали максимально оберег вот такой. Почему штанишки тут не подходят? Во-первых, потому что не циркулирует в них энергия, о чем мы будем говорить. А во-вторых, потому что, как минимум, это все оголяется. И даже если вы носите широкие штаны классического типа, есть, то есть, штаны, которые бесшовные. Возможно, вы знаете такие виды. Они называются либо аладдинки, либо вьетнамки. Видели, да, такое? Вот. И в таких штанах все нормально, потому что здесь все как бы закрыто. Но штаны, у которых идет центральный шов, и они расходятся, все равно попа на виду. Здесь все на виду. И вот это вот нехорошо. Да? То есть, у вас утекает энергия. Поэтому лучше всего носить юбки. Что касается разных традиций и культур, женщины, они всегда даже в поле, там, и где-то на работах пахотных, там. То есть, самые даже тяжелые такие вещи они всегда выполняли в юбках. Если мы возьмем славянскую культуру, то женщины брали заднюю сторону юбки, перетягивали ее сюда и в пояс заправляли. И таким образом у них как штанишки получались. Вы можете практиковать так, когда, например, вам надо полы, помыть или еще что-то. Но смысл был в том, что они никогда не одевали при этом штаны. Также в индийской, например, леднической культуре, там была сари, классическая одежда для женщины. И когда им надо было что-то делать по полю, там, да, такие вот тяжелые какие-то работы, то есть грязные, я имею в виду. А они драпировали сари таким образом, что у них получались штаны. При этом драпировка была в несколько слоев, и, естественно, ничего не было видно. У них было как бы что-то необъятное. Так что запомните, что все-таки штаны – это не то, что нам надо. Это то, что нас разрушает, лишает нас энергии. И поэтому, даже если вы там не собираетесь отказываться от рук, сократите до минимума дней в неделю, в которых вы одеваете какие-то штаны. Что я в первую очередь рекомендую выбросить из гардероба, уничтожить, сжечь, подарить, все, что угодно – это джинсы. Потому что джинсы… Вообще знаете, откуда джинсы делись? Откуда? Что это? Это для рабочих, это золото добивали. Для рабочих. Не только золото, да? А то мы сейчас подумаем, что золотые эти магнаты. Просто рабочие, грязные рабочие. Почему они носили джинсы? Потому что практично. Не рвется, да, все удобно. Ну и что, вот вы как хотите? Вы хотите ассоциироваться с рабочим таким вот? Просто поймите, что джинсы – это для рабочих лошадок. Хотите такой образ жизни? Да, ради бога, я вообще… Как бы это в вашей жизни. Хотите? Да, пожалуйста. Но я не советую. Все-таки, как минимум, джинсы – это рабочая одежда. Как максимум, эти вот джинсы, которые сейчас все носят, это вообще какое-то извращение. Во-первых, пузенька вся наружу, там все тоже может вылазить. Да? Это первый момент. Второй момент. Все настолько облегает, что уже не знаешь, куда деться, чтобы не видеть. Третий момент. Все здесь пережимает. И вот эти вот все вот эти вот пережимания, они ослабляют вообще кровообращение изнутри. И ваше здоровье идет на оболь. Просто одели джинсы – просто здоровье идет на оболь. Просто одели юбку вместо джинс – вы себя восстанавливаете, накапливаете, улучшаете свое состояние. Поэтому выкидывайте их, вообще ненужная вещь. Многие там, знаете, кто в начале пути, кто, в принципе, только начинает изучать свою женственность, понимаешь, кто я, говорит «А как же с детьми? О боже, это невозможно, они же там везде лазают». При этом вы можете, как минимум, зайти к нам в Pure Fashion, в наш проект, и там посмотреть, как девушки, в каких образах ходят с детьми. Во-вторых, я могу сказать, что женщины… А вот как думаете, как женщины раньше возились с детьми, когда они не работали, и не было даже асфальта, да? И они все время лазили с детьми везде. Почему вы думаете, что что-то изменилось? Изменилось – да, стало чище. Так что не думайте, что как-то сильно усугубилась ситуация в плане одежды. Это второй момент. И третий момент. Когда вы попробуете, когда вы разучите, вообще узнаете, как вообще с детьми ходить, какие лучше фасоны выбирать, то для вас станет привычной вещью. И вы потом скажете, да ну их эти штаны, у них наоборот неудобно это все делать. Я не по своему опыту говорю, я говорю по опыту других девушек, по опыту своих подруг, своих знакомых, и также наших подписчиков, которых сейчас много тысяч. Идем дальше. Вот эта вот зона, да? Мы ее прошли самое главное. И следующая важнейшая энергетическая точка, которую не стоит открывать ни при каких обстоятельствах – коленки. Бытует мнение в просторах фэшн, вот в этой вот всей среде, моды, что якобы длина мидии – это до колена, вот прямо коленка. Нет. Длина мидии – это когда ниже колена на 10-15 сантиметров в зависимости от вашего роста. То есть у меня там это 10-15 сантиметров, у кого-то это уже ступни, да, то есть разный рост бывает. И поэтому смотрите как бы сами. Но смысл заключается в чем? Чтобы длина мидии была от колена до середины икры. Вот эта длина мидии, да, она имеет смысл. Остальное вот это – это уже все какая-то ерунда, потому что вы когда будете идти, село, да, там какие-то движения легкие, у вас уже колени будут видны. Ну и смысл тогда. Так одевайте тогда мини сразу, чтобы заморачиваться. Поэтому выбирайте либо длину мидии, которая закрывает до середины икры, либо длину макси. Длина макси – это, конечно же, оптимальный вариант. Вот. И как показывает практика многих-многих девушек, привыкаешь к ней настолько, что потом даже мидии кажется, что ты голая в мидии. Вот настолько приходит очищение. Я лично себе этого позволить не могу, так как я дизайнер, и я должна, как сказать, помогать другим девушкам вставать на этот путь и показывать разные варианты. И поэтому я создаю разные модели, где-то, ну там, мидии ношу часто. То есть просто показываю пример с собой. Но когда это не для фото, не для образа, не для какой-то там, не для съемки, то я все-таки хожу в макси. И дома я тоже хожу в юбках макси. И это очень практично, очень удобно. И там лежать там, или сидеть на диванчике, это же удобно, там вся такая мягенькая, в хлопочке или в трикотажике. Ну это очень здорово. Идем дальше. У нас следующая точка, это щиколотка. Щиколотка тоже важная точка, и вообще в священных писаниях говорится. Женщина, которая не закрывает щиколотку, она легкодоступная женщина. О как! Но я понимаю, что многие сейчас совершенно не готовы даже к длине нити в повседневной жизни, закрыв все остальное. Поэтому давайте делать скидку, будем применять принцип «время-место-обстоятельства» и дадим друг другу просто шанс возвыситься постепенно. Спешка никому не нужна. Почему? Вот не надо фанатизма, потому что если вы, например, не до конца прочувствовали, не до конца осознали вот эту вот свою природу, силу, в принципе, что это ваше? Нет, знаете, ограничения, а привилегия, а это абсолютно разные вещи, согласитесь, да? Одно дело, когда ты должна, и ты уже там сил нет, а ты все это делаешь, да? И другой момент, когда это твоя роскошь. Приятно? Приятно. Поэтому, что я могу сказать, как говорится в сочиненных писаниях, о приоритетах в этих энергетических точках? Самое главное, мы поняли, животик, да, вот эта зона. Вторая важнейшая – это колени. Третья важнейшая – это плечи. И четвертая – это грудь. Вот эти вот зоны обязательно надо закрывать. То есть это платья, которые как минимум закрывают плечом. То есть это там хотя бы футболка, которая закрывает плечо. Плечо должно быть закрыто. Ни в коем случае ни плечо, ни коленку не показываем. Потому что все как бы иначе будет бессмысленно. А то сейчас, знаете, платье Макси, при этом у нее тут все вываливается. Какое целомудрие, о чем речь вообще? Нет. Закрываем плечи, выбираем минимум длину миди. Длина миди 10-15 сантиметров от колена ниже. Почему вот именно вот эти сантиметры я говорю? Потому что это как раз таки позволит вам садиться где угодно и не оголяться. То есть да, у вас будет какая-то часть ноги видна. Но хотя бы так. И, конечно, предполагается, что в дальнейшем, развивая свои женские качества, изучая свое предназначение и вообще свою природу, всю вашу роскошь, могущество, предполагается, что вы в один момент поймете, что вам имиди не надо. И это будет естественно. Если же я вам сейчас буду вдалбливать, что носите Макси ни в коем случае, там все, платок на деле, то вот это вот естественно, противоестественно, оно просто вызовет у вас протест. Поэтому прежде всего вот это. И потом уже со временем опускаем длину рукава. Так, так, надеваем там что-то, так, так, опускаем так, так. И все, вот вы уже ходите в шикарных длинных платьях, как королева каждый день. Приятно, приятно. Это достоинство, это очень приятно. Все вопросы у нас в конце. Вот, и дальше еще мы скажем про… Ну вот, прежде чем рисовать следующую схемку, немножко отдохнем от схемок. Мы поговорим про одежду как помощника, в принципе. Чуть-чуть совсем. Вот. Одежда – это система знаков в обществе. И когда человек появляется в определенной какой-то одежде, вы сразу можете понять, какой он, да, к какому слою принадлежит. Как минимум он аккуратный человек или неаккуратный, не заботится он, да, или там, или не заботится о своем внешнем виде. Сразу понимаете, какой он примерно по характеру. И таким образом дресс-код определяет отношения в обществе. Это определяет то, как к вам будут относиться люди, да, и вы тоже видите же, да, людей, как они выглядят. И также говорят, что когда, например, неопрятный человек приходит в дорогой бутик, к нему высокомерно относятся, да, предполагая, что он ничего не приобретет изначально, потому что он так выглядит. И точно так же, когда мужчина видит девушку в какой-то там мини-юбке или просто распущенную так слегка, немножко там волосы распущенные, он чувствует сразу, что вот здесь можно воспользоваться. И предполагая, что это то, чем можно бесплатно воспользоваться, потому что девушка, она себя не ценит. Понимаете? Понимаете? И, соответственно, вот этот вот внешний наш вид, он будет отражать, как к нам будут относиться люди, нашу саму суть. Поэтому очень важно к внешнему виду относиться внимательно. Даже, вот посмотрите, макси-юбки, там, длинные платья, прически, это даже не значит, что мы теперь просто там закатались в тряпки и ходим как непонятно что, да, там у нас, прячем под платком свои грязные волосы, типа я целомудренная. Ну, или там, да, ноги перестаем брить, потому что ювка длинная, а что? Нужно понять, что ухоженная женщина должна быть как снаружи, так и внутри. Вот это вот вся красота. Это не значит, что просто потому что лень ухаживает за телом, поэтому нарядилась в длинную юбку. То есть вы должны прочувствовать свое собственное достоинство. Есть у вас мужчина, который вам, да, станет мужем или уже муж, или нет его накализунуть? Всегда женщина должна быть красива. Это ее обязанность, красота, быть привлекательным. Если не мы, то никто. А, нет, еще вариант, девочки, вариант из новинок, как сказать, из новинок современного общества. Если не мы, то мужчины. И будут они такие, да, милые. Надо сходить такие, ну, мы много сейчас можем видеть таких, да? Потому что женщины катятся на мужскую сторону, мужчины катятся на женскую сторону. Нравится? Продолжаю в том же духе. Но, боюсь, нам это не нравится, да? Мы хотим, чтобы мужчина был серьезный, занимался делом, ответственный был. Не сяськи-масяськи. Нормальный мужик, да, которому можно доверить свои сопли. Поплакаться можно, да? И не так, что начинаешь ему плакаться, а он сам. А-а-а, паника, паника. Да? Такой интересный момент, который, в принципе, к одежде не относится. Но я бы хотела его сказать, потому что все-таки важно. Женщина, она всегда побеждает без руганий. И даже там, если у вас волосы распущены, и вы там, да, в какой-то одежде, естественно, вас будет более уважительно принимать, когда вы заплетаете волосы, и вы в длинной одежде. Но даже если вы нарядились в длинную одежду, но при этом ведете себя как мужчина, то вас это особо не спасет в жизни. Поэтому культивируйте в себе женские качества. Для меня в жизни, в принципе, вот этот момент, женщина побеждает без руганий, это был такой длинный процесс, потому что я девушка вспыльчивая, такая огненная, такая с характером, люблю на своем настоять. И для меня, в принципе, было непонятно. А как это вообще возможно, так, что ты как бы молчишь, при этом все волшебство какое-то происходит? Если я не скажу, то как же будет, по-моему, если он не узнает, как я хочу? Ну, логично, да? Ну, по-моему, логично было. А оказывается, что когда женщины с мужчиной разговаривают, значит, изначально, да, еще никто рот не открыл, мужчина наверху, женщина внизу. Вот представьте, если маленький ребенок начинает, например, от детсадовского возраста говорить маме, которая пришла за ним в детский сад, что там то, не знаю как... Ну, короче, серьезным таким голосом начинает рассказывать ей какие-то серьезные истории о том, как она должна снять пальто, прежде чем подать ему штанишки. Ну, просто представьте эту картину. Малыш, перед которым мать умиляется просто-напросто, не воспринимает его серьезно, пытается ей просто вот с стопами ножек, вот с пеной у рта доказать, что он прав, да? Ну, представьте. Ну, в общем, даже нам как-то сложно представить, потому что настолько это милое сознание, ну чего, да? А женщины сейчас перешли на такую позицию, что там от милого создания в разговоре, когда затрагиваются ее интересы, мало что остается. И мужчина, он на первой стадии недоумевает, что происходит, а потом, он когда видит, что перед ним явно не женщина, а какое-то другое существо, он включает мужскую энергию. И мужскую в плане как вот разговор с мужиком. А между мужиками все просто, да? Если они как бы не договорились, значит, кулаки пойдут в дело. Там и мужской разговор, он не для женщин. И, конечно же, если женщина начинает переходить на повышенные тона и начинает доказывать, то мужчина в ней женщину уже не видит. И произойдет беседа, просто вот диалог, как орох об стену. Именно с позиции, что вы не добьетесь того, что вы хотите. Знаете, чего можно добиться в таком разговоре? Как вы думаете? Противоположного. Во-первых, противоположного. А если, например, женщина, ну прям сильная, все, я прямо до конца пошла. Подавить можно, да? Сломать. Сломать. А что получим тогда? Мужика? Нет. Она нам надо? Нет. То есть получается, да, женщина может там подавить, женщина может на больные точки поднажать. Там что-то все-таки вот, чтобы вот прямо вот сейчас, чтобы мы прям поехали в магазин и купить. И я ничего не знаю. И все, она своими аргументами подавила, и мужчина как бы со вздохом такой, ладно, едем. Но что происходит, когда мужчина вот так вот день изо дня затюкивается? Он потом, он во-первых, девочки, можете даже себе записать, он во-первых теряет разум, во-вторых, он теряет свое самоуважение, в-третьих, он в дальнейшем уже не будет вам выдавать никаких мудрых вещей, он не будет вам никаких хороших советов давать, потому что он будет просто помалкивать, потому что он знает, что произойдет, и все, он вдруг решит, да, совет. Ну, совет я имею в виду в адекватной форме. И он тогда что будет делать? При любом соприкосновении с вами он будет уже в агрессивной форме сразу подавать из серии «Надо бить сразу», чтобы не дали там, да, в ответ. И он будет сразу в такой стойке стоять, и вы так неудорогой, и он сразу такой стал в позицию. Поэтому, чтобы ваши семейные отношения не пришли к такой форме, запомните правило «Женщина побеждает без войны». Что для этого нужно в первую очередь? Я сейчас уже как-то ухожу прямо, я чувствую, в тему другую, ну, я чуть-чуть сейчас еще скажу, важненькое, да, и будем дальше про платье говорить. Как побеждать без войны? Вот сейчас запомните то, что я скажу. Запомните вообще. Нужно понять, что ваш мужчина умный, и он умнее вас. Вы можете расслабиться, вам нечем думать. Нужно просто это в себе понять, что как ни крути, а он лучше, он умнее. Не то, чтобы мы плохие, у нас просто другая природа, у нас задача другая в этом мире. Наша задача — любви, вот эта вот атмосфера, быть самим в спокойствии. А когда мы начинаем включать в себе управленца такого, который тут сам Господь Бог решает все дела, то мы просто себе зарабатываем как минимум болезнь, как максимум одиночество. И поэтому как поверить в мужчину, понять, принять глубоко сердцем. Это можно просто проговаривать, можно устраивать себе просто как молитву, не знаю, что мой мужчина разумный, мой мужчина умный, он знает лучше, как надо поступить в этой ситуации. Хотите вы ехать на какие-то там юга, ему в этом говорите, он говорит, нет, не поедем. Это не значит, что нужно замолчать и смотреть на него. Знаете, как вот есть такое правило, все, в принципе, женщины об этом знают, надо молчать. И, значит, она это для себя как галочку такую поставила, молчи, и смотрит такая на него, и ждет, что произойдет. Вот этого ожидания оно все вам испортит. Нужно искренне принять, нет, значит нет. И нет принять не так, как что он послезавтра решение изменит, потому что я буду сидеть грустненько, и он подумает, ну вот ее отвезти на Бали. А нет, просто забыть про эту поездку и понять, что раз мой муж так сказал, значит так надо. Вот это вот глубокое доверие нужно развивать в себе, потому что когда вы его в себе откроете, когда вы поймете, что все-таки это ваш мужчина, который действительно лучше знает, то у вас будут происходить чудеса, и ваши чувства будут раскрываться, и вы сами будете понимать, как это со временем работает. Но запомните, женщины побеждают без войны. Ну и, конечно же, чтобы получилась эта схема, да, получилось вот это, нужно что делать? Накапливать что? Энергии. Значит, что нужно носить? Правильно. Да, девочки, нужно закрываться, закрываться. Это не какие-то шутки, прибаутки или приколы современных тенденций моды. Нет, это истина, которую вы можете принимать или не принимать, при этом она все равно будет работать, вне зависимости от вашего желания. Так, и теперь мы... А, сейчас мы еще поговорим про... Нарисуем еще одну схемку. То есть здесь мы понимаем, что это вот все, вот это... Получается, что мы все, вот, как энергетические какие-то, просто вот поток, да, сплошной. Сплошной поток энергетический. И сами думайте, что, как бы, для вас в приоритете, но самое главное закрывать. Вот это все, да, то есть вот оно. Уже конечности там как-то... Это, опять же, это не потому, что так в ведах разрешено, а потому, что это хотя бы минимальная адаптация, чтобы вам было проще перейти все-таки к высоким стандартам в своей жизни. Начнете вот это закрывать, почувствуете уже повышение силы. Начнете закрывать ниже, почувствуете еще большую чистоту. Начнете закрывать голову, вообще будете вы, кстати. Теперь мы рисуем... Синий возьмем, да? Чтобы было как-то разнообразно. Мы рисуем еще одну матрешку. Девочку еще одну. Вот, тоже по шмачках. Вот. Пусть у нее будут плечи закрыты, вот у нее сарафантин такой. И здесь такие рюшечки. На рукавчиках. У меня прям уже эскиз вон на уплате. Вот. Значит, у нас есть такая довольная матрешка. И что она знает? Она знает, что от нее энергия идет вот такой спиральчик. Поэтому она в таком длинном платье колокообразной формы. И куда, как вы думаете, уходит эта энергия? В землю. Поэтому, когда мы начинаем носить вот такую одежду, мы не только закрываем свои энергетические точки, но мы также соединяемся с матушкой-землей. Мужчина, мы его другим немножко нарисуем. Он так, как тут... Ладно, пусть он будет большой. Высокий такой. Но вот это вот мужская энергия. Смотрите, этот наш треугольничек, это женская энергия. Вот вы помните этот принцип. А вот это мужская энергия. Он тоже доволен. И он так вот делает так вот. Фыть! Такой. Вот. И когда вот таким вот образом, да, смотрите, что. А здесь спиральчик идет вот в эту сторону. И как вы думаете, куда уходит? К чему идет стремиться? К Богу. Еще? Солнце. Мужчина питается энергией солнца. И космоса в том числе, и энергию Бога. Да, все это есть. Но женщина тоже не питается энергией космоса. Но у женщины природа ее плавная и мягкая. Солнце, оно яркое, агрессивное, сильное. Оно перекрывает вот все, да. Люди не могут даже приблизиться к солнцу, потому что чем ближе к солнцу, тем больше его энергия. Ну, она сильнее и мощнее, да. И вот мужская энергия, она вот такая. Она вся в активности, в действии, в таком пылании, горячая. Вот это мужская энергия. Женская энергия, она на успокоение идет. И матушка-Земля, она всегда статична, заметьте. Земля никогда не танцует, да, у нее там нет... Мы сидим и тут вот, земля танцует, да. Нет у нее движения такого, она статична. Она мягкая. Если мы говорим о благородной почве, какие еще качества у Земли есть? Влажность, плодородие. Какие еще качества у Земли? Мягкость. Почему мягкость? Вы скажете, ну, вроде твердая. Но сравните поверхность асфальта и поверхность Земли. Мягкая. Мягкая Земля. И вот эта вот мягкость, статичность, спокойствие, нежность и, внимание, плодородие вот это вот женская стихия. И когда мы надеваем максимально вот длинную юбку, то мы в это время, даже если мы стоим на третьем этаже, мы получаем прямые потоки любви Матушки Земли к нам. Поэтому, опять же, важно носить длинные юбки для того, чтобы питаться от нее. Представьте, какое огромное солнце, оно даже больше Земли, да? Планета Земля у нас, да? И планета Солнца. И вот энергия Солнца, это все питается мужчина. Энергия Земли, это женщина питается. Вот, и поэтому мужчине нормально носить штанцы. Хотя, если мы копнем в культуру древнюю, то мы заметим, что там даже мужчины штаны они не носили. Но мы не будем сильно об этом говорить. Как бы это уже... Вот вы можете сейчас видеть, что... Потому что, в принципе, даже штаны, даже для мужчин, они неблагоприятны. Представляете? Но мы не будем уже втрогать. Иначе они вообще скажут, да, девочки. Вот. Поэтому... Но мы можем видеть, как, например, монахи. В какой они одежде ходят? Как бы в длинной такой просто, да? Попы в церквях. Какая у них одежда, да? Священники в церквях. Какие-то вот такие вот личности. Вот, да? Отреченные личности. В какой они одежде? Они никогда не ходят в штанах. Потому что это все-таки уже более страстная одежда. Штаны — это уже более страстная, я имею в виду, беспокойная. Не страстная в смысле... Оу! Это что, это релова, да? А страстная в смысле такая, она агрессивная и выводящая из спокойствия и умиротворение. Поэтому все же, если вы хотите накапливаться, если вы чувствуете, а я думаю, каждая девушка чувствует, что не хватает ей спокойствия. Не хватает. Вот надо все равно свои пять копеек ставить, да? Не можно промолчать. Не можно просто. Надо вот сказать... Так не поймет, если я не скажу, не узнает, да? Вот. Поэтому, если хотите все-таки, чтобы у вас постепенно накапливалась энергия в спокойствии, и вот он стоит, кричит перед вами, а вы понимаете, сейчас пройдет. И все. И прошло. И все опять хорошо. Мужчина очень быстро успокаивается, если его женщина не подогревает. Очень быстро. У него как бы гнев такой, быстрый. Это у женщины, если не прореагировали на ее гнев, там начинается вековая обида. Да? Все. А, то есть ты даже не прореагировал, да? Ладно. Посмотрим. Да? Вот. Такая у нас схемка получилась. Вот. Мужчина у нас больше, конечно, девочка поменьше. У него тоже есть башмаки, все в порядке. Все довольны, все счастливы. Наверное, камеру, да, передвинуть надо немножко. И вообще сейчас нам, если можно, подключить проектор. Вот пришло в то время, пришло в тот момент. Я, похоже, переезжаю сюда, да? Здесь же нужно подключить, да? Да. Здесь он, девочки. Какой? Погодите. Что-то у меня похожее произошло. Всех берем в Челябинск на программу. Да, я, похоже, по девичьей сбросила в Перми. Мы недавно были в Перми. Я им, похоже, на флешку скинула. Подарить, наверное, решила. Сейчас, секунду одну. Прошу прощения за такую заминку. Я, как девочка, не сильно разбираюсь в технике. Сейчас мы посмотрим. По-моему, все должно быть. Все в порядке. Нашлась наша прекрасная презентация. Все, можно включать. А вот смотрите кнопку. Давайте я нажму. Что-то не хочет. Не надо так. Ладно. Ладно, мы тогда лучше сначала сделаем. Все равно так. Почему он так? А, это у меня тут только такое. У вас все в порядке. Все нормально. У меня тут просто он показывает время. Ну, в общем, какая-то продвинутая система. Я думала, у вас тоже самое. Смотрю, у вас все в порядке. И тут у нас вот чистая мода в действии. Только что мы посмотрели две хорошенькие схемки. Как понять вообще у своего устройства, как оно будет работать. И теперь нам важно знать, что помимо простой одежды будет помогать нам раскрыть свою женственность, стать более, да, по качеству раскрыть. И это четыре составляющие. Первое – это макияж. Второе – это украшения. Третье – это знание о своем типе фигуры и как корректировать свой, как бы, ну, внешний, да, вид в целом. И стиль. Первое – это украшения. Начнем с того, что носить украшения входит в список обязанностей женщин. Вот. Можете вы просто не любить украшения, но вам придется выбрать украшения по вкусу и носить. Потому что это неотъемлемая обязанность женщины. Почему? Потому что украшения… А, почему? Сейчас скажу дальше. Есть два главных принципа. Какие должны быть украшения? Первое – это они должны быть уместны. Уместны – это значит, если у вас какие-то, например, большие цветы на платье, значит, украшение должно быть миниатюрное, либо однотонное. То есть, понимаете, нужно уметь делать, ну, чтобы украшения были уместными и не быть вот такой вот разноцветной куклой, на которую навешали все подряд. Обязательно уместность. И второе – они не должны быть вульгарными. То есть, если вы красите губы красной помадой, то уже ни в коем случае сюда нельзя какую-то большую броскую красную вещь и так далее. То есть, они должны быть невульгарными. Это важные моменты, вы можете их записывать, потому что, как бы, об этом, вот, как правило, не думаешь, пока не знаешь, что оно вдруг может, оказывается, быть вульгарным. «Надевая украшения, девушка становится еще красивее». Это утверждение священных писаний Шейман Багутом, про которое вы меня уже допрашивали. Вот. Кстати, третья песня, 22 глава, 18 стих. Вот. Поэтому девушка становится красивее или красивее. Красивее, да? Правильно я говорю? Красивее. И поэтому не стесняйтесь носить украшения. Это, правда, делает нас красивее. То есть, это не просто вот какая-то прыгать. То есть, девушка становится красивее. Хотите быть более красивой? Носите украшения. Все просто. Главное в украшениях – это дополнить образ, а не показать украшения. Вот. Это мы уже перелистывали немножко. Защитная функция украшений. Первое – это защита от воздействия дурных взглядов. Что здесь имеется в виду? Когда вы идете просто по улице и на вас смотрит человек, мужчина, он в первую очередь будет смотреть на то, что бросается в глаза. Допустим, у вас нет украшений. Куда он будет смотреть? Лицо, глаза, грудь, какие-то округлости. Разглядывать вас. Так или иначе, вы будете как-то вот эту энергию свалить. То есть, на вас смотрят – это уже не сильно хорошо, понимаете сами. Тем более, если вдруг у вас там что-то открыто. Вообще, вот эти взгляды могут быть еще и дурные. Могут порчу наносить. То есть, какие-то, знаете, с негативными мыслями, какие-то завистницы. Украшения, они выполняют защитную функцию. Когда вы надеваете украшения, вы защищаете свое тело таким образом, что на вас, когда смотрят, вот эти украшения, они как бы отталкивают от вашей личности. То есть, к вам уже ничего не прилипает негативного. И оно еще также отвлекает внимание от более важных, как бы, деталей. Таких, как ваше тело, ваши глаза, губы, волосы. Поэтому украшения… Потому что вы смотрите, да, вот, кто у нас с украшениями? Вот у нас девушка в переводе с украшением. Смотрите и сразу что видите? Украшения, да? А если бы украшений не было, сразу глаза, сразу губы, сразу что-то там еще. Вот. И второй момент – защищают чакры женщин. Не сильно я в чакрах, если честно. Но могу вам… Ну, это надо выходить… В общем, чакры – это хорошо. Чакры – это наше тело, состоит одно из чакр. Ну, вы, наверное, сами знаете. Знаете, что это, в общем-то, энергетические, опять же, центры в нашем теле, да? И есть, например, горловая чакра, поэтому важно здесь носить украшения, какие-то колье, какие-то, да, вот у меня хотя бы вот такое вот украшение. Я всегда ношу защитное, священное растение. У меня вот это вот растение, я всегда в нем, потому что я его как-то вот прям полюбила сильно. И у меня есть даже разные виды. То есть есть вот такое просто деревянное священное растение. Есть в серебре, там, в золоте и так далее. И всегда я с этим украшением. Даже если, например, вот не сегодня по стилю, если бы я одела, если говорить про сегодняшний мой внешний вид, если бы я одела какое-то ожерелье или бусы, либо жемчуг, либо что-то, в принципе, такое нарядное, то мое бы платье, которое и так красного цвета, и так оно макси, и так оно такое вот нарядное, оно бы смотреться началось слишком ляписто или вульгарно. Поэтому имейте в виду, если у вас такое вот яркое платье, то нужно создавать образ мягким. Поэтому я сделала мягкий небольшой макияж, аккуратную, не привлекающую лишних, без лишних деталей прическу. И таким образом у меня получился миловидный образ. И поэтому платье, оно здесь смотрится гармонично. Если бы я здесь венделей себе накрутила, навешивала сюда бусы всяких разных, то я бы уже смотрелась вульгарно, то есть неуместно как-то. Поэтому смотрите, чтобы ваш образ в целом, он был деликатный, аккуратный, чтобы не был слишком вычурный. Конечно, если речь идет о каком-то торжестве, мероприятии, то тогда, ну, сами понимаете, да, торжественный образ, он сильно отличается от неторжественного образа. Но в повседневной жизни вам нужно обладать, научиться видеть вот некий баланс. Если у вас платье минималистичное, если там нету различных деталей дополнительных, то вы начинаете украшать сюда, да, на грудь украшения, на шею, браслеты, какие-то прически. Ну, смотрите так, чтобы все было уместно. В плане украшения это важный момент, который необходимо знать, уместность. Часто девушки, они перегибают палку. Перегибают палку и начинают там наряживаться слишком сильно. Вы должны понимать, что даже если вы стремитесь к идеалу ведической женщины, то надо знать, вот, к примеру, мы сейчас будем говорить дальше про… Вот, кстати, про бусы колье я уже сказала, что здесь находится горловая чакра вот эта, и она отвечает за творчество, реализацию себя, самореализацию, за голос, за мягкость в голосе. Поэтому очень важно на эту зону надевать колье либо бусы. Ну, естественно, их очень много различных. Дальше – длинные серьги. Они также закрывают здесь… Есть тут чакры? Нет чакры? В общем, длинные серьги, они… Самый, в общем, благоприятный вид сережек, когда они длинные свисают. Они привлекают Луну, и таким образом они, как бы, отвлекают взглядом наши шеи. То есть шея может быть открыта, да, в какой-то степени, но при этом, если здесь висят сережки, то отвлекается внимание. Ну и защитную функцию… Ну вот, защитную в этом плане, да, выполняется. Пояса точно такое же. То есть можно украшать себя поясами. Вот здесь вот, например, вы видите интересное сочетание на изображении, что кружево, да, вместе с золотом и с бусинками. И я предполагаю, что вот к такому образу должна быть очень простая прическа. Например, как у меня, какая-то лаконичная. То есть к такому вот образу не надо отвешивать на себя лишнего. Оно и так, здесь кружево в сочетании с золотом и расшитым поясом. Да, там, ну и видите разные примеры, то есть с разными тканями, разные камни, по разному сочетать. В любом случае нужно отходить от чистого минимализма. Минимализма в чистом виде, когда девушка одевает просто какое-то однотонное все, да. То есть вот очень хорошо там с цветочками сочетает, да, там, с какими-то элементами, чтобы были какие-то акценты. Обратите внимание, что в каждом образе должен быть какой-то акцент. Либо это сумочка, например, если у вас просто какое-то платье простое, то это должна быть сумочка, да. Если это, в общем, сумочки, украшения различные, расставляйте акценты. И еще обратите внимание, что акцент должен быть один в наряде. Вот. То есть немного, да, там всего у нас. И губы красные. И это все, значит, и тут бусы, и там корона. Тут вообще вкусно, накручено. Все уместно. Тогда, поверьте, не будет никто над вами смеяться. Все будут восхищаться вашим образом. Некоторые девушки, они, в принципе, не знают, как себя подавать. Подают как-то чрезмерно, вот как-то вот ляписто, да, безвкусно абсолютно. Вот прочитали они, что надо носить платье в цветочек, что цветочек – это такой узор, который там, да, раскрывает женственность. И облепили себя сверху до головы, значит. В голове цветы, здесь цветы, здесь цветы, на босиношках цветы, сумочка с цветами, там, я не знаю, сережки с цветами, браслеты с цветами и кольцо с цветком. Ну, на что похоже? На клумбу. Поэтому, в зависимости от того, что вы хотите, всегда старайтесь сочетать грамотно. Дальше идем. Очень важный сейчас будет момент. Браслеты, кольца и перстни. Вот, если мы вернемся вот здесь к нашей схеме немножко, то мы увидим, что вот наши конечности, да, то есть руки, вот пальцы, шея, ноги. Вот они, как бы, конечности, да, наши. И они в целом создают защитное кольцо. Поэтому женщины всегда раньше носили браслеты в паре. Тут обязательно какая-то цепочка. И браслеты здесь какие-то. Это не должно быть обязательно там бубенцы огромного размера. Идешь, и все тебя слышат. Маленькая тоненькая цепочка. Или маленькая тоненькая веревочка. Что-то вот там сокровенное, красивое. Но очень благоприятно носить на, ну, на всех концах, так скажем. В том числе здесь корона. Ну, то есть не обязательно корона, да, то есть могут быть, мы сейчас посмотрим, как еще можно украшать голову. Какие-то, да, и в том числе там колечко тут одеваем, и тут колечко одеваем. Но опять же, я говорила только что про уместность. Не значит, что если вы надели два браслета, то вам теперь нельзя надеть колечко. Это лишь значит, что ваше колечко, оно должно быть более простое и невидное. То есть если вы надели браслет, значит, с камнями какой-то, то, значит, колечко, оно должно быть либо без камней, либо маленькие. Ну, то есть оно должно быть все вместе, гармонично и уместно, 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 уместно. Я почему так часто говорю слово уместно? Потому что девушки такое ощущение, что когда они вдохновляются женственностью, они забывают обо всех принципах стиля. И просто начинается какая-то, не знаю, вот что это начинается, может вы мне подскажете, что это начинается. Ну, какой-то вот фанатизм, может, да, можно так сказать. Когда просто вот лишь бы женственность свою повысить. Но женственность – это гармония. Ну, вернемся тут про украшения на голову. Вот, например, вы видите на девушке украшения на голове, да? Очень хорошо так вот. Я очень люблю эти украшения, когда на голову. Вот такого формата могут быть разные украшения на голову. Ну, то есть не обязательно должна быть какая-то корона каждый день. Я вот, когда вчера была с короной, да? Вот. И это могут быть цепочки, ободочки мягкие разные. Это могут быть даже вот украшения там где-то вот на голове. Какие-то брошечки, какие-то заколочки. Смотрите, ходите. Сейчас огромное изобилие вариантов в магазинах. И причем по разной ценовой категории. То есть по-разному, да? Можно найти китайские за три копейки. Можно зайти за три миллиона, да? Ну, все, все по вашим желаниям. Все вот, пожалуйста, все есть. Просто уделяйте это время, никогда не берите не обдумавшие. Ну, в смысле в таком, что вот не надо набирать. Например, можно же покупать, не обязательно действительно тратить много денег на украшения. Можно искать места, где те же самые украшения. Например, вот знаете, есть марки такие. Дива, Леди, Аксессорайз. И у них как бы средняя цена такая, просто масс-маркета. Но если вы пойдете в какие-то более простые магазины, не европейские торговые центры, а более попроще, где-то там возле рынков, то вы увидите, что те же самые бусы вместо 1800 стоят 250 рублей. К примеру. Ну, то есть я говорю о том, что украшение, не важно, сколько оно стоит, важно, насколько оно вам подходит и насколько гармоничный образ вы создаете с ним. Поэтому у вас может быть даже всего три разных вида, например, колье. И вы даже, может быть, купили их где-то на рынке. Потому что, девочки, на самом деле большинство сейчас у нас. У нас даже вот эти вот айфоны в Китае производят. Ну, то есть все в Китае производят. Поэтому сильно, ну, как сказать, это, мне кажется, вопрос, конечно, там, стиля, да, пафоса своего личного достоинства. Вот кто-то так считает. Ну, я считаю, что касается обычной бижутерии, она будет стоить там, может, дорого стоить та же самая бижутерия, которую сделали в Китае. И она будет просто дешевле стоить где-то в простом месте, где оно не так эпатажно представлено. Вот. Ну, конечно, это другой разговор про ювелирные изделия. И ювелирные изделия – это тоже… Про ювелирные украшения, что я могу сказать, сходите к какому-нибудь хорошему астрологу и узнайте, какие металлы вам подходят. Я, например, знаю, что мне не подходит, ну, благодаря консультациям, да, у хороших астрологов, я знаю, что мне не подходит жёлтое золото. Казалось бы. Красиво, да, дорого, супер. А мне не подходит, потому что у меня негативное солнце на, ну, моих этих… И поэтому, если я ношу жёлтое золото, то у меня появляется агрессия, гнев, тонкость. То есть, если бы я как бы не проконсультировалась, я бы не знала такого простого момента, и, возможно, у меня там вместо белого золота я поносила жёлтое разных украшений. Поэтому лучше сходить, потому что вы у себя одна, изучите себя саму, изучите, какие металлы вам подходят. Возможно, вам не подходит платина, возможно, вам не подходит рубин, а аметист, наоборот, подходит. То есть, есть камни… Я сейчас говорю именно про ювелирку. То есть, есть камни драгоценные, которые усиливают ваше хорошее качество, и есть камни, которые наоборот. То есть, если вы только бижутерию на рынке покупаете, нет проблем. Бижутерия не имеет вот этого веса сильного значения. Но если мы говорим о драгоценных камнях, то здесь нужен очень тщательный выбор, потому что каждый камень имеет свою мощную силу. Поэтому, прежде чем повесить на себя тот или иной камень, изучите, подход он вам или нет. И опять же, если идёте к астрологу, не идите к такому роду астрологов, которые гороскопы для журнала «Космополитов» пишут. Ну, это не тот тип астрологов, понимаете? То есть, нужно найти какого-то хорошего, я не знаю, там… В общем, изучайте, ищите, спрашивайте. Я думаю, где-то вы найдёте ответы, но будьте внимательны. Стиль. Стиль – это способность выбрать среди массы различных возможностей таким образом, чтобы этот выбор отображал то, как мы сами себя видим, и мир. То есть, вы должны понимать, что прежде чем как-то нарядиться, вы должны прочувствовать, насколько это отражается с вашим внутренним миром и с тем, как вы видите себя и мир сам. То есть, и себя саму, и мир, в котором вы находитесь. Поэтому стиль – это личное. Это не какие-то тенденции. Это ваш личный выбор. Какие критерии? Мы вот только что говорили. Всё должно быть уместно. То есть, какие-то одни акценты. При этом, мода настолько сейчас на нашей стороне, что это могут быть абсолютно разные стили, абсолютно разные прически, абсолютно разные формы юбок, абсолютно разные расцветки. Сейчас очень много тенденций. То есть, если мы возьмём моду, например, 20 лет назад или 10 лет назад хотя бы, то это был какой-то определённый объём тенденций, которым следовал весь мир. Сейчас всё вышло из-под контроля модной индустрии, потому что появилось слишком… Наверное, знаете, это ещё из-за влияния соцсетей, потому что появилось много, в принципе, популярных людей, которые не следят моде. Таким образом, мы как-то вышли из-за вот этого влияния. И сейчас модно то, что вам нравится. Да, тренд, там, писк на кичащие везде, всюду цветы, он прошёл. Но цветы, они всегда будут… Это вечная тема. Просто их теперь нужно дозированно использовать. Например, если надели юбку с цветами, значит, верх должен быть однотонный и так далее, да? То есть баланс. Если, например, несколько сезонов назад мы могли одевать спокойно там и верх, и низ цветочки из разных тканей, разных фактур, разных стволов, то теперь нет. И такие тонкости вы можете изучать, но прежде всего всё-таки стиль — это отображение вашего внутреннего мира. Дальше — это совокупность приёмов чьей-либо деятельности. То есть это совокупность вашего отношения, да, к самой себе. Способ выполнения и осуществления чего-либо, характеризующийся совокупностью определённых технических приёмов. То есть вы понимаете, что стиль — это некая сборка. Сборка деталей, которые в целом… Ну, то есть они в сборке появляют целое. И ваш образ. И ваш стиль — вы должны найти свой стиль. И это не значит, что вы всегда ходите, как Юлия Тимошенко, с одной прической. Да, с косичкой там. То есть вы меняетесь, вы разные. Но при этом, если вы найдёте свой стиль, то вы будете всегда отражать одну и ту же суть. Да, вы там надеваете разные цвета, разные прически, но характер, этот посыл будет один. Ну, и это манера вести себя, говорить, одеваться. Так что учтите, что стиль — это не только одежда. Это манера поведения в целом. Это в целом поведение. То есть это и то, как мы идём, насколько плавная наша походка, насколько мы говорим, насколько мы не агрессивны. То есть, например, если… Вот почему есть такая, как, знаете, некоторые смеются над девушками, которые в платьях? Потому что она идёт в платье, при этом вот так вот идёт, переступает, там, не знаю, ругается, там, с кем-то как-то вот слишком агрессивно разговаривает, позволяет себе какие-то вещи. То есть, понимаете, что если вы выбрали образ женственной леди из высшего общества, то тогда ведите себя соответствующе. А чтобы вести себя соответствующе, что нужно? Что нужно, чтобы получилось вести себя как леди из высшего общества? Развивать качества. Вот, мы об этом говорили, да? Говорили вчера и позавчера. Развивать внутренние женские качества. Какие самые главные препятствия на пути к женственности? Их шесть. Давайте, девочки, какие? Что больше всего мешает девочке стать девочкой? Эгоизм. Так, загибая пальцы. Первое. Эгоизм. Второе. Гордость. Третье. Зависть. Жадность. Гнев. Иллюзия. Вожделение. Иллюзия. Ну, иллюзия тоже, это тоже может. Так что имейте в виду, запомните, запишите, если ещё не записали в предыдущие дни обязательно, что вот это, это вот ребятки, которые являются вашими врагами. Все остальные, люди добрые, не являются вашими врагами. Вот. И чтобы научиться следовать соответственно вашему выбранному стилю, то есть вы разумом поняли, что вам важно теперь закрывать одеждой своё тело, и чтобы это было при этом красиво, да, возвышенно. Это вам нравится. Это нравится вам где-то на подсознании. Но также вы знаете, что ваши качества, они не соответствуют этому образу. Значит, что нужно делать? Зависть, гордость, эгоизм, жадность, да, иллюзия, гнев. Вот. И будет вам счастье. Макияж. Мы переходим к прекрасной теме макияж. И в священных писаниях говорится о том, как должен выглядеть макияж женщины, и что он должен транслировать в мир. Дело в том, что женщины красились всегда, и поэтому не надо думать, что вот смыло всё, как бы, и вот это вот, знаете, просто как бы лицо, нужно лицо своё подчёркивать. Просто сейчас есть гипертрофированное такое вот восприятие макияжа, знаете, как особенно. Я там в Инстаграме подписалась на какую-то страничку. Сначала думала о прическе только. Ну и там, знаете, всякие, как можно завязывать, да, там разные виды причесок. И потом то ли с этой страничкой что-то случилось, то ли там изначально это было, я не заметила, там стали публиковать вот эти вот 15-секундные маленькие ролики с макияжем. Мне казалось, что я смотрю какое-то, не знаю, шоу, маски-шоу. И, знаете, в ленте всё время появляются какие-то маски-шоу. Просто какая-то штукатурка, я не знаю. Ну, в общем, вот эта штукатурка – это не надо. Убираем это всё. То есть, девочки, поймите, что, например, вот там какая-то неровность в коже лёгкая – это всё естественно. Нам не нужно вот эту вот фанеру какую-то рисовать из себя каждый день. То есть, это же естественно. Должен быть естественный румянец, какая-то свежая. Но макияж должен быть, и запомните, это ваша обязанность. Какой? Какой же должен быть макияж? Макияж должен отражать блеск в глазах, румяные здоровые щёчки, хорошая кожа и здоровые волосы. Вот, что должен дать ваш макияж. Как этого добиться? Блеск в глазах. Секрет какой? Красим реснички тушью. Выбираете хорошую тушь, чтобы она и лечебная была, чтобы всё было хорошо, не сильно много химии. Вы берёте щипчики, подкручиваете, это не сильно вредит ресничкам. И вот у вас такие вот аккуратненькие уже взгляды. То есть, если вы выходите там или не выходите, просто в принципе, то есть красим реснички. И можно добавлять, знаете, может быть такое, как нют-макияж. То есть, это не то, что мы там, как вот… Что неблагоприятно, это вот с макияж, когда чрезмерные там чёрного, коричневого, особенно если девушка блондинка, ей абсолютно не идут чёрный цвет. Это абсолютно не надо. Но при этом очень, как бы, хорошо подходят. То есть, нужно ещё по своему цветотипу поговорить, прийти в какой-то магазин косметический, где продают косметику там. И посоветоваться, как, что, знаете, вот для нюта. Именно нют-макияж, он у каждой девушки разный. Потому что, например, брюнеткам нужно какие-то бежевые тени или коричневые. Для шатенки это могут быть зеленоватые тени. То есть, взять для себя какой-то комплект теней, который на ваших конкретных глазах будет лишь подчёркивать вашу естественную красоту. Вот это вот важность макияжа глаз. Чтобы это, может быть, с перламутром, светлые тени какие-то. Можно немножко подводить именно вот край, да, вот эту вот линию роста ресничек, чтобы создавалась большая густота ресниц. Но не надо чрезмерного делать макияжа. Это будет больше... Конечно, его можно делать, если у вас есть определённые цели. Но мы сейчас говорим о естественном макияже на каждый день. Что должна, как сказать, как должна выглядеть девушка в стиле совершенства? Леди из высшего общества. Каждый день, да? Румянец. Румянец, сами понимаете. Надо приобрести какие-то румяны, которые подходят именно вам. Они должны быть примерно цвета ваших губ. Либо цвета помады, которую вы обычно используете. И, опять же, всё в стиле лют. Всё в стиле нейчерал. Всё в стиле естественного макияжа. Это просто должно лишь подчёркивать. Проблема начинается, когда девушка хочет из себя нарисовать то, чем она не является. То есть, сделать какой-то макияж, когда... Знаете, вот это вот... Ух ты! Тебя не узнать, да? Вот этот макияж, это уже не совсем то, что надо. Да, сейчас можно сделать. Сейчас сразу есть корректоры и хайлайтеры. Там, значит, где-то тоже я видела картинку в интернете. Сейчас уже какая-то разноцветная корректировка. Есть тонировка, когда девочка сначала на клоуна похожа, и потом на всё это размазюкивает. Оказывается, всё пропитывается. Оказывается, вот можно так. Не надо, не наш способ. Не надо сильно травмировать кожу. И дальше идём. Здоровая, хорошая кожа. Сейчас есть такие, как бы, тоны, как CCBB. Слышали, наверное? Если не слышите, просто сходите в магазин. Крема, которые обладают лёгким тонирующим эффектом, но при этом они кожу увлажняют. У них обязательно есть SPF. Это солнцезащитный фактор. Сейчас у нас такая среда, что вот этот солнцезащитный фактор, который есть в кремах, он нужен, потому что каждый день мы страдаем из своей экологии. Поэтому защищать нужно кожу. Конечно же, лучше всего использовать всё натуральное. Если есть такая возможность, в принципе, пользуйтесь натуральными маслами, там, пропитками, промаскиванием, все вот такие вот. Но, если говорить просто о классическом варианте, это вот BB, CC, что-то вот такое. То есть вам важно подчеркнуть, как бы, здоровое сияние лица. Возможно, это будет просто увлажняющий крем с мерцающими частичками. Посмотрите, подумайте, какие это могут быть для вас варианты. Ну и, естественно, если у вас есть кожные проблемы, идём к гинекологу, к дерматологу, выясняем проблему, избавляемся. Вот это то, на что надо обратить внимание. Потому что всегда, когда проблема на коже снаружи, это значит, что-то происходит внутри не так организма. И да, возможно, у вас не получится избавиться от этой проблемы, например, даже синенькие под глаза моментально. Возможно, вам придётся воспитывать свои качества характера много лет, например. Разные ситуации, и бывают люди даже не могут справиться, например, с ожирением, даже вот человек очень прекрасный, у него прекрасные качества, а карма такая. И бывают девушки, у которых по карме просто плохая кожа. И чистые, здоровые волосы. Как волосы, в принципе, укрепить? Я вам вчера рассказывала про массаж? Да. Да. Говорили мы, да? Про абьянгу. Да. И вот. В общем, волосы вот так укрепляются. И все такие, кто вчера не были, а мы. В общем, очень круто помогает восстановить волосы, промасливание корней волос. Берём масочка, очень хорошо кунжутная, потому что оно подходит для всех типов волос. Наносим тёплым на корни, втираем, оставляем на час. Эффект колоссально потрясающий. В принципе, разные масла. Просто, может, кому-то ещё и репейные, например, подходят. Ну, я просто делала с репейным, мне вообще ничего не помогало. Ну, как бы, ну, вообще никакого результата. А кунжутное, оно как-то вот у всех, кого я спрашивала, оно вот какой-то хороший эффект даёт. Дальше очень благоприятно делать массажи для лица. У меня, например, мама делает массажи для лица. Вот. Но это не реклама, что надо к маме обращаться. Она не сделает вам, потому что она мой персональный массажист. Но можно просто походить, поузнавать. Очень приятная вещь. Очень хорошо там как бы разглаживает, подтягивает там за такое-то. Проникает в глубокие слои эпидермиса и так далее. Так что поддерживать красоту надо. Массажи не игнорируйте. Промасливание волос не игнорируйте. Изучайте. Это, правда, точно надо. Даже если вы всегда думали, что массажи это не для вас. Ну, и всякое вот это вот всё. Макияж по типу лица. Только что я про это говорила, что надо нюд подобрать под себя. Почему это всё разно? Почему нельзя взять одну палетку, на которой написано нюд макияж, и использовать её всем типом лиц. Потому что глаза разные. Вот смотрите, у нас три разные девушки. У них у всех естественный макияж. Аккуратный, непросткий, при этом он разный. Вы видите разные тени. Разные… И у них сто процентов у всех есть макияж. Даже если вам кажется, что его нет, это у всех есть макияж как бы. То есть понимаете, что он должен быть ваш или какой-то свой. Румянец. Не должен быть он агрессивным или вызывающим. Не надо себе выливать розовые-розовые щёки. Или там какой оттенок вы выберете, или персиковый оттенок. Опять же смотрите. Какой у вас преобладает холодный вытип или тёплый. То есть либо это персиковые румяна, либо холодные. Но румяна должны быть, хотел сказать, в гардеробе. В косметичке каждой женщине. Сколько бы лет ей не было. Бабушкам тоже. Вот. И только это должна быть разная доза нанесения. Понимаете? То есть все девушки и женщины должны использовать румяна. Потому что на подсознательном уровне это показывает… Ну вот знаете, да, у всех есть подсознательный уровень. Который мы не ощущаем и не можем его прочувствовать. При этом, когда у женщины, я вам говорила, да, когда глаза сильно накрашены, подсознательно, у мужчины какой идёт? Знак. Знак. С подсознания. Что эта женщина не родит здоровых детей. Она больная. Таким же образом, если у вас нет вот этого лёгкого румянца, какого-то сияния на лице, то вы подсознательно обществу даёте сигнал, я больная. Поэтому ваш образ должен излучать сияние. Не косметику, да. На вас не должно быть видно косметики. У вас образ должен просто быть сиять натуральным, красивым. Красные губы хочу поддельно поговорить, потому что… Потому что… Потому что… Мне показалось время у нас… А сколько время? То есть у нас ещё летит 25 минут. Всё, прекрасно. Успеваем всё. Красные губы, девочки. Красными губами стоит быть очень, очень, очень осторожным. Почему? Потому что это энергия Марса. В принципе, конечно, красный цвет – это энергия Марса, но красные губы – это всегда сексуально, это вот такая вот энергия, да, привлекающая. Не то чтобы красные губы нельзя делать, но при макияже с красными губами важно учитывать, что если вы красите губы красными, во-первых, это должен быть ваш оттенок, который не выглядит на вас агрессивно, чрезмерно как-то вызывающе. Во-вторых, если вы красите красными губами, красные помады губы, значит у вас… Обратите внимание на примеры, на презентации. Глаза просто мы… Либо тушь, либо вообще там, да, ничего. Просто вот аккуратненько, никакого акцента. Макияж так же, как одежда. Акцент должен быть один. Либо глаза, либо губы. Два вместе – значит, это органный образ. То есть если… В общем, будьте аккуратны с красными губами, и красьте красным, когда вам нужна какая-то активная, такая вот прям активность какая-то, да, поддержка такая именно со стороны Марса. Либо при муже. То есть можно вообще не красить, только с мужем, и будет вообще супер. Ну, с мужем, сами понимаете. Потому что все же это сексуальная энергия. Идем дальше. Мы перешли именно вот к фигуре. Да, у нас был пункт – фигура. Фигура. У всех фигура разная. Классическое понимание женской фигуры – это образ восьмерки. Поэтому всегда создавая образ, нужно учитывать строение. То есть если… А мы говорили об этом? Да. Что если у вас уже плечи, то, значит, нужно расширить их. Если уже бедра, значит, их нужно расширить. Вот. Для девушек, кто не был вчера, да, так вот скажу, что очень важно вот это делать, потому что образ восьмерки успокаивает ум мужчины. И вообще ум людей. То есть когда они смотрят на вас, это их умиротворяет. Когда женщина, например, носит, знаете, там косуха, и тут, значит, все узко, и она такая… Получается. Вот такой вот образ, он диссонируется, в принципе, с образом женщины и вызывает какие-то негативные чувства. Сейчас, кстати, это в моде, поэтому я старательно рекомендую вам не использовать эту тенденцию в вашей жизни, потому что все-таки оставьте ее каким-нибудь, там, хипстером, хиппи, не знаю, там, кто у них там еще. Не стоит этого делать. Также не надо сильно, там, утяжелять низ, да. Но что я могу сказать о том, как было изначально. Женщины всегда раньше рождались с широкими бедрами и узкими плечами. И это, знаете, было знаком, что она родит здоровое потомство. Сейчас большинство женщин рождается именно с узкими бедрами, с большими плечами. И это почему произошло? Вы уже говорили об этом. Скажите, почему это произошло? Потому что из поколения в поколение женщины старались занять вместо мужчин. И они в рот, в свой рот, да, в рот, то есть из поколения, задали вот эту вот… Пустили такую схему, чтобы женщины рождались мужчинами. Поэтому от вас очень многое зависит. Стремитесь себе развивать женские качества, чтобы весь ваш род исцелялся. Потому что то, что думаете вы сейчас, отразится на ваших детях. И чтобы к вам пришли святые дети, прекрасные, воспитывайте свои качества характера. Не надо там сильно думать, как их воспитывать, потому что они, прежде всего, будут пример брать именно с вас. Как вы живете, какими они будут. Все вот эти вот мелочи, они будут просто с вас копировать. И вот наши основные задачи и правила. Подчеркнуть талию. То есть нужно всегда стараться подчеркивать талию. Конечно, есть модели такие, типа трапеция, да, когда полностью она не подчеркивается. Но все-таки это можно одеть для разнообразия. А старайтесь для повседневной жизни, да, использовать именно вот такой вот элемент. Подчеркивать свою талию. Сохранять гармонию верх и низ. Об этом мы уже сказали, да, чтобы не перегружать ни верх, ни низ. И с помощью одежды мягко подчеркивать округость. То есть старайтесь, чтобы одежда, она не делала вас квадратной или прямоугольной, а именно плавной. И как раз-таки юбки в этом хорошо помогают. Ну и следует избегать как мешковатой, так и слишком обтягивающей одежды, потому что ни то, ни другой не является гармоничным. Что касается стиля офиса. Естественно, для девушки, которая работает в какой-то крутой компании, где за дресс-кодом слишком следят, и все такие на пафосе, я бы не советовала сильно выбиваться, если вы планируете там работать. Ну, то есть надо найти какой-то баланс. Знаете, что нужно понять, какой принцип? Что когда вы, в принципе, начинаете что-то менять в своей жизни, пусть это будет естественно. Если вы резко, там, все, например, вокруг пьют, и у вас в офисе принято, что вы там как-то там по праздникам все так, да, пригубили. А вы вдруг решили отказаться от алкоголя полностью. И все как бы недоумевают. Это будет для них первое, да. Второе для них будет, что вы там начали ходить в длинных юбках и так далее. То есть вы как-то дозируете, да. То есть, во-первых, не надо никому кричать о том, что вы отказались от алкоголя. Можно просто это свести на то, что вам не нравится. Не надо, ну, как-то сильно, как-то философию разводить. Когда вы сами не готовы говорить об этом на глубоком уровне, когда вы сами мало об этом знаете, когда у вас нет многолетнего опыта за плечами, лучше не входите вот в эти разговоры, потому что они заведут вас в тупик и поставят в неловкое положение, во-первых, вас, а во-вторых, как бы, может подорвать вашу веру, вашу веру в этот процесс. Поэтому не вступайте в споры, в принципе, какие-то конфликты. Это просто мой личный совет. У меня, как бы, когда я начала заниматься всякой женственностью, у меня окружение было довольно светское, с обычными стандартами общественными. Вы понимаете, это сфера моделей, вот эти вот, да, всего такого шоу-бизнеса, какой-то там реклама, там видео, вот это вот все. И я никому ничего не объясняла, я просто начала делать. И со временем люди сначала как-то удивлялись, потом кто-то смеялся, потом кто-то со мной не общался, а в результате стали уважать. Но это произошло спустя время, потому что всегда, когда человек начинает что-то новое, все, знаете, говорят, осередно играется и успокоится. Но когда в вас видят силу и чувствуют это, когда вы не навязываете это другим, а просто сами следуете, то это вызывает в результате уважения у окружающих. И у девушки у меня есть несколько моделей, такие довольно известные, которые просто посмотрели на меня, и они сначала говорили, Катя, да успокойся, это вообще чушь какая-то. А потом прошло время, и в результате они обращаются ко мне за консультациями, спрашивают советов, и перешли сами на такой образ жизни. Но прошли годы, несколько лет потребовалось для этого, после того, как я сама утвердилась. Вот, поэтому никому ничего не навязывайте. Сами будьте, будьте сами, и люди изменятся вокруг. Тут я привела просто несколько примеров, как я гармонизирую свой верх и низ, потому что у меня, например, узкие бедра, поэтому я предпочитаю носить пышные юбки. Ну и в разной формации, то есть разный верх, разный низ. Буквально парочку слайдов. И с платочками, и без платочков, и Макси, и Миди. Но я сама по себе люблю Макси. Я ношу преимущественно Макси, но все-таки в своих коллекциях одежды я создаю и прямого кроя модели, и модели Миди, потому что я понимаю, девушки разные, разные потребности. И лучше поддержать, помочь, чтобы пошло развитие, чтобы была поддержка. Потому что когда… Я знаю это чувство, когда ты сама не готова, а снаружи тебе все тыкают, да, или говорят, или кто-то из близких. Или, например, ты читаешь сочинное писание, и там прям вот чувствуешь, да, какое-то давление. И это ведет к отторжению, поэтому все должно быть естественно, приятно, по-доброму. И завершить я хочу вот эту вот нашу часть тем, что, пожалуйста, общайтесь друг с другом. Вот вы здесь собрались, вы единомышленницы. Вы сюда не просто так три дня подряд ходили, там, в пробках стояли, да, там, отказывались от каких-то развлечений. У вас есть сила, у вас есть вера, у вас все получится. Успех уже, ну, у вас есть. Поэтому поддерживайте друг друга. Вот то, что сейчас происходит в мире, это называется возрождение нравственности. И поверьте, буквально спустя несколько лет еще более это утвердится. Бум женственности произошел несколько лет назад, когда, в принципе, женщины поняли, что они могут носить юбки, и за это никто не будет осуждать. Поэтому дальше будет круче. Общайтесь, поддерживайте друг друга, будьте вместе, потому что только когда вы вместе, у вас все получится. В одиночестве женщина начинает замыкаться и путаться. Поэтому я бы вам посоветовала встречаться, проводить встречи, вот, и каким-то образом собираться. Можно собираться проводить какие-то девичники, да. Возьмите друг друга, познакомьтесь друг с другом. Там, кто вам понравился здесь, пообщайтесь. Не уходите просто так, не уходите не поздоровавшись, не познакомившись друг с другом. Потому что, скорее всего, здесь сидят ваши будущие подруги, которые поддержат вас, когда вам будет тяжело. Подруги, когда вам тяжело, они крайне необходимы. Не те подружки, которые пьют, выпивают, и вы из них хотите сделать жесть на девушек. А те, которые уже встали на путь и у которых сами своей дорогой идут, но могут дать вам доброе слово, когда вам станет тяжело. Вот. На этом мы подходим к концу. И я хочу вас поблагодарить. Сейчас еще будет время вопросов. Вот. Сколько у нас есть минут на вопросы? 10 минут на вопросы. Поэтому давайте, все, что еще не задали, все, что будет. Ой, погодите, по одному. Да, вот давайте мы начнем. Я хотела спросить вот по поводу украшений. То есть, если камни, какие-то крупные украшения, они притягивают негатив. Я слышала, что как-то можно чистить их потом. Вот есть какая-то информация, как это делать? Ну, в принципе, вода чистит. Но я не знакома с какими-то супер техниками, поэтому не могу прямо супер что-то порекомендовать. Я знаю, что вода – это, в принципе, очищающая энергия. Если вы будете брызгать водой, то будет очень хорошо. И вот второй маленький вопрос. По домашней версии, вы все-таки рекомендуете тоже длинные юбки дома? Вот если муж, там дети, да? Ну, это удобно. Это удобно, да. То есть, если вы хотите ходить неудобно, то вы можете ходить в штанах. Хотите ходить удобно? Я имела в виду по колено. То есть, я обычно ношу платье, но просто все по колено. Ну, пожалуйста. Как бы дома все допустимо? Ну, конечно. То есть, дома ваши правила. Вы можете даже ходить в штанишках. Ну, как бы ваши правила, в зависимости от вашего желания. Потому что все-таки, я опять же говорю, все приходит со временем. И ко мне пришло со временем чувство, что я хочу выглядеть именно так. То есть, оно должно быть естественно. Знаете, почему? Потому что это все есть в вашем сердце. То есть, все, что я сейчас сказала, это не какое-то новое знание. И, возможно, вы во многом что видели, вы думали, да, я, мне кажется, это знаю. Было такое чувство во многих моментах? Да? То есть, как бы вы вроде как бы это знаете, но почему-то вот как-то... Потому что в вашем сердце это есть. Потому что это ваша природа. Поэтому это откликается у вас. Да, давайте следующий вопрос. Вы? Я вот слышала, допустим, от массажистов, что каблуки это не очень хорошо для женщины. То есть, если у них продуктивный пульс, и там у позвоночника. То есть, после того, что я слышала мнение от массажистов, что если, допустим, женщина не может беременеть, то достаточно много снять каблуков, и как бы все будет. То есть, вот есть какая-то информация по каблукам? Да. И есть эта информация по каблукам? Каблуки вредные. Их носить не надо. Я сама в повседневной жизни их не ношу. Приемлемый объем, вот размер, высоты каблуков это 5 см. То есть, выше 5 см это уже будет давить на ваш организм. Это правда. Но, например, у меня есть вот там всякие разные босоножки, которые я надеваю на выступления, на какие-то там, ну, какие-то мероприятия, что-то такое. Поэтому я считаю, лично мой подход к этому вопросу, потому что я тоже это изучала, что все-таки должны быть каблуки в гардеробе, но нужно понимать, что это не повседневная обувь. Наверное, вот как-то так. То есть, для чего нам каблуки? Ну, для самоуверенности. Ну, чтобы как-то вот подать себе, чтобы походка была более прямая, да. Когда на каблук встаешь, сразу какая-то такая вот, да, осаночка, все такое. Сразу. Вот. Каблуки снимаешь и как-то поднижешь и так все. Поэтому я советую иметь каблуки, которые идут вам, да, но не злоупотреблять его сегодня до жизни. Я думаю, вот такой вот мой ответ. Можно еще вопрос? Вот Вы говорили про закрытые щиполотки. Это вообще длина юбок или там еще какая-то? Имейте в виду длина юбок. То есть манипуляции типа, а я в сапогах не пойду. То есть имейте именно в виду создать вот этот колокол, да, этот аналитический колокол. Давайте следующий вопрос. Да, вот Вы были. Можно просто волосы? Можно ли красить волосы? Хороший вопрос. Сейчас в мире, не знаю, может цифра выросла, но по последним данным было вроде бы 89 процентов. 89 процентов в мире женщин красят волосы. Поэтому, чтобы меня не закидали помидорами, я постараюсь как-то более лояльно ответить. Но на самом деле нельзя. Негально я ответила, да? Нельзя красить волосы, конечно же, нет. Это нарушает энергетику, губит волосы и так далее, и так далее. Но опять же, время-место обстоятельства. Бывают девушки, когда, знаете, вот в 23 год начинают волосы сидеть. Это раз. Во-вторых, бывают женщины, которые просто хотят выглядеть более молодые, да, свои там 50-60 лет. Вот, например, у меня мама пока красит волосы, да, при том, что у нее уже достаточно большое количество седых волос. Ну, мы, например, с ней договорились, что когда у меня уже будут ляречки, то она перестанет и будет вот в традиционной форме бабушкой. То есть, как бы, мне, например, бы очень понравилась мама с седыми белыми волосами, но, например, когда у женщины еще, знаете, не все седые, а там кусок седых волос, кусок еще не седых, то есть это как-то вот… Ну, то есть должна быть некая, ну, как-то эстетичность. И поэтому я думаю, что возможно красить волосы, но лично мой опыт показал… Я меня, когда я работала моделью, я работала для компании Вэйла, Шварцков, и меня для рекламы, там, для показов красили несколько раз. И я прям сильно потом пожалела. То есть если девушки есть среди вас, те, кто еще не красились, но вдруг задумывается поменять что-то в своем образе, не делайте этого. Это чушь вообще такая, потом тяжело слезть с этого. И мне пришлось… Я перекрашивалась несколько раз, чтобы у меня вот мои натуральные отросли, ну, как-то вот чтобы был, ну, то есть чтобы безболезненно это пройти. Но у меня это не получилось, и в итоге у меня все послезала краска, и я, в общем, полностью отрастила всю длину до своих натуральных. Вот. Поэтому если что, если хотите мой совет, лучше не краситься. Ну, смотрите, татуировки, они очень просто описываются. Знаете, откуда они взялись? У кого были татуировки раньше? У рабов. У рабов. Татуировка – это клеймо, что ты принадлежишь хозяину. И поэтому всегда татуировок стеснялись очень сильно, потому что они свидетельствовали о том, что ты несвободный. Что ты несвободная личность. Поэтому я бы посоветовала девушкам, у которых есть татуировки, свести. У девушек, у которых нет татуировок, лучше не делать. А если и кто-то собрался сделать татуировку, то пусть это будут какие-то имена Бога хотя бы где-то в пристойном месте. Не знаю, там, может, на запястье, чтобы вспоминать. Ну, есть такие люди. То есть, знаете, что есть какие-то стандарты. Я вам говорю, нет, нельзя. То есть, да, это не приветствует татуировки. Но я также понимаю, что бывает, девушке лучше уже сделать татуировку, чем она потом там сопьется. Из-за того, что у нее произошел кризис, что она не смогла стерпеть. Ну, потому что характеры разные. И мы сейчас такие слабые с вами. Разум слабый-слабый. Сил мало-мало. Все такие хлюпенькие, хиленькие. Никто даже не может вот как-то вот свое чувство, знаете, там, принести в порядок, ограничения какое-то поставить, сказать. Нет. То есть, мы слабенькие. Если же мы нам стали сильненькие, надо время, нам духовную практику, развиваться, это поддерживать. И тогда, как бы, если бы я, например, знала, что все здесь сидят в аудитории, все такие уже прям крепкие духовно люди, я бы сказала, никаких татуировок. Да? А сейчас, как бы, ну, это все дело личное. Поэтому, ну, изначально это представьте, что вы просто как раб. Вот так. Поэтому, если есть возможность, если это не татуировка на всю спину, то, наверное, лучше свести. Но, опять же, может, вам нравится. Поэтому смотрите сами. Давайте, следующий вопрос. Да? Девушка в прекрасном сарафане. Вы говорили о том, что сейчас в Индии используют какую-нибудь любую одежду. Да. Могу. Я не так давно стала одевать юбочку, когда купаюсь. У меня, я когда путешествовала в Индию, там много разной такой странной одежды. И я там купила себе, в общем, юбку на запахе из чистого хлопка. Там, в общем, вся такая расписная. И она вот так вот на запахе одевается. И сверху еще такой топик. И, как бы, пузико закрыто. Все спокойно. И вот в этой вот юбочке с кофточкой я плаваю. И я поняла, что вообще нормально. Вообще нормально. То есть я раньше как-то переживала и думала, а как я буду на пляже. А сейчас я поняла, что это абсолютно нормально. И это если говорить про океан, море. А если бассейн, то я беру прямо прямую такую, типа, как ночнушки. У меня есть такие платья прямые. Из легких тканей. То есть обязательно это не должна быть тяжелая ткань, чтобы вы не тонули вместе с ней. А какие-то вот легкие там шелка, да, что-то вот такого рода. И тоже вот в таких платьях плавать в бассейне. У меня в интернете, если захотите, там посполазите, найдете, как я плаваю в бассейне и на море, и на океане. То есть я одеваю какие-то купальники, если мы с мужем находимся в частной собственности. Либо это частный пляж, либо это частная собственность бассейн какой-то закрытый, который принадлежит только нам. И там никто не глазеет. Но есть еще один момент, почему важно не раскрываться, то есть голой не купаться. Потому что вода – это энергия. И вода оскорбляется, когда мы свое голое тело в нее погружаем. Это как типа осквернение такое. Поэтому можно еще с этой стороны рассмотреть, как дополнительная мотивация не купаться голой. Но мне кажется, первое на первое, если у вас нет еще таких пониманий, что любые энергии требуют уважения к себе, то в принципе можно хотя бы основываться на том, что глазеют чужие. Вот. Такой ответ застраивает. Спасибо. Следующий вопрос. Да. Можно, конечно, у вас еще дополнить свои вопросы с более практичной стороны. А вот как вы, допустим, выходите из воды и все время в такой... Во-первых, можно снять, отжать. То есть вы можете сразу же в полотенце, да, и эту и сжали одежду. А во-вторых, если у вас активный отдых, и вы находитесь при 50 градусах где-то там в раю, да, то... Вы дослушайте ответы. А, да. Извините. То есть если это какая-то очень горячая атмосфера, вот примерно там 50 градусов, то для того, чтобы высохла одежда, вам надо буквально там 5 минут, и оно все на вас и сохнет. Если это какие-нибудь Сочи и не сильная жара или там какие-то еще более, ну там, не знаю, в Екатеринбурге да, летом, то возможно такой вариант. Берете просто полотенчик и снимаете с себя, отжали и просто либо положили на полотенце, на солнце все быстро сохнет. Поэтому либо сняли, либо на себе высушили, но лучше снимать и сушить на где-то, если вы не находитесь в слишком горячем месте, потому что вы можете переохладиться, например. Но это, кстати говоря, не только к одежде для купания относится, это даже относится к купальникам. И вы, наверное, может быть, знаете, когда вот мамочки, они снимают с детей мокрый купальник, чтобы он, ребенок не переохладился. Это также относится и к взрослым женщинам, потому что, опять же, эти органы, они должны находиться всегда в тепле, где бы, ну что бы вы ни делали. Вот так. Хорошо, тогда предшествующие… Где можно попроще об этом почитать, запишите. Вячеслав Рузов. Книга называется «Женское счастье» или «Счастье женщины». Кто знает? «Женское счастье» и Вячеслав Рузов. Следующая книга. Следующая книга. Ну, там не говорится прямо про, ну как, про Тхарову в этом понимании. То есть, наверное, все-таки вот эту книгу я порекомендую. А если мы говорим вообще, в принципе, какие книжки почитать лучше девушкам, то это еще книги Руслана Нарушевича. Ну, как бы вот книга именно вот эта вот, Вячеслава Рузова, я советую «Женское счастье», потому что она прям крутая. А если вообще, то советую лекции. Аудио лекции, транскрипция. Это Марина Таргакова. У нее, на самом деле, очень много семинаров, но, похоже, ее не привлекают писать книги. Поэтому, если бы это все было в книгах, я бы вам сказала, но в книгах вот как такового нет большого материала, который она дает, прекрасный материал. Марина Таргакова, Олег Годецкий, Руслан Нарушевич, Олег Тарсунов, Вячеслав Рузова записали. У него тоже есть лекции, очень много. Дальше. Марьяна Полонский. У нее есть цикл лекций. Обратите внимание на цикл лекций, который называется «Знания для женщин», по-моему. Дальше. Лолана Орехова. Еще ее зовут, иначе, Елена Орехова. Вот. В общем-то, вот этих авторов вам еще там на пару лет хватит все это переслушать. Давайте потом встретимся и расскажете. Еще один вопрос. Да, давайте. Вы сказали, что женщина всегда, наверное, красна в обмене, не красна, а вот как при мужу, при мужчине, вообще долго видеть? Т.е. 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 масла, цветы красиво, так как благородно. Не так, что каждый день засыпаем вместе, просыпаемся, уже лица другого не хотим видеть. А вот именно в таком формате, что это некое сокровенное такое. Я сейчас расскажу про идеал, потом расскажу, что можно в нашей жизни применить. 들어왔T. Т.е. 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 И она спокойно там промасливает тело, делает макияж, там все, значит, все такое. Выходит красивый, а он в восторге. Вечером к ней приходит, в восторге. Ну, в общем, такой вот. Вот это вот эталон. Вернемся к нашим однокомнатным квартирам. Что делать? Ну, вообще, у меня как-то так получается, что я, в принципе, вот просто глаза открываю раньше мужа. Это первый вариант. Когда вы утром открываете глаза раньше мужа, пошли, помылись, там сразу душ приняли, вы красавица. Какой макияж носить? Ну, туши подкрасьте. Возьмите себе тушь, которая соответствует вашему цвету волос. Коричневые туши, они тоже бывают разных оттенков. Есть, например, браун-блэк, есть там браун-ультра, есть лайт-браун. То есть даже туши коричневые, они могут разных оттенков. То есть вы можете даже туши легко подкрасить. То есть мне кажется, что наносить тон – это чрезмерно. Как минимум, потому что мужчина любит целовать. Просто прикасаясь, он потом стоит перед вами с белыми губами. И как-то ему идти на работу. Ну и все это так. То есть наносить тон для мужа, мне кажется, это как-то так себе. То есть когда вы на улицу выходите, то мне кажется, это хорошо. Или когда у вас там какие-то мероприятия, события. Просто утром, мне кажется, хорошо реснички, какой-то может быть бальзам для губ, что-то румяна. Вот румяна, ресницы – это, мне кажется, ключевое. Такое легкое. То есть легкое, незаметное. Мне кажется, для мужчины самое главное – не видеть саму косметику. Потому что, мне кажется, мужчина раздражает видеть на женщине слои косметики. Вот, мне кажется, для них это должно быть какой-то магией, как будто бы я всегда не накрашенная. Что-то такое, что как будто бы… У меня вообще муж, когда мы встречались, просто вот гуляли, куда-то ходили вместе, он был уверен, что я не накрашенная. Что у меня просто такие ресницы. Когда мы поженились, он узнал все, правда. Ну, просто такой забавный факт, что он был абсолютно уверен, что я не накрашенная. Поэтому мужчинам даже не надо, не надо мужчин посвящать свои вот эти вот ритуалы, если есть возможность, чтобы он абсолютно не видел ни ваши скрабы, ни ваши депиляторы, ни ваши трусы, ни на вас, ни ваши там какие-то там пенки для укладки. Ну, вот это вот все лучше хранить просто в каком-то отдельном ящичке, чтобы ему это не было доступно для глаза, чтобы он лишний раз об этом не думал. Вы фея для него, магия. Если вам удастся сохранить эту магию, будет экстазь. Вот. Отвечает на ваш вопрос? Ура. Еще вопросы? Последний, да, вопрос уже? Последний вопрос, давайте. Как, подскажите, если есть ребенок, дочка, как они тоже в ней все это воспитывают, да? И, ну, дети, они все равно не могут так наносить на них прикол? Как именно со стороны лет это происходит девочек? И, ну, насколько говорят священные писания, до, вот, в общем, изначально это была цифра 5 лет, так как сейчас эпоха деградации, возраст спустился до 3 лет, то есть после 3 лет ребенок уже начинает как-то проявлять карму. И, в общем, до 3 лет девочка нормально в штанишках, ползунках, вот это вот все просто по ее телу, потому что она еще ни девочка, ни мальчик, в том плане, что она просто вот ангел, она просто царь Бог. И вы знаете наверняка, что ребенка до 5 лет, до 3, в зависимости от проявлений, разные дети, нужно как к Богу относиться, как к царю, выполнять все желания, любить, холить, лелеять, потому что это время как раз-таки закладывается любовь. Любовь, которая будет потом хранить, как оберег человека, всю оставшуюся жизнь. После наступления того времени нужно потихоньку на девочку наряжать сначала какие-то пышные кокрюшки, да, чтобы просто попку прикрывала и так далее, потом чуть ниже, 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 и в возрасте 6-7 лет это уже юбочка до коленка, до коленочки, и там заедать, и так далее. Но на праздники, то есть у девочки нужно прививать вкус, что на праздники, наверное, платье в пол, уже такая вся принцесса, что вот это вот. А вообще, как воспитывать девочку? Я сама не мать, поэтому могу говорить только сведения из священных писаний и различных психологов. И говорят прежде всего о том, что все-таки ребенок, девочка, она берет пример от мамочки, а мальчик, он берет пример от папочки. Поэтому если мамочка дома ходит в юбочках и всегда аккуратно и не кричит на папочку, то мне кажется, и у этой девочки больше шансов, чем у всех остальных в этом мире. Как-то так. Ну что, это был последний вопрос. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваше внимание, за ваши открытые сердца. Вот я чувствую с вами сейчас, спустя 3 дня нашего общения, близкую связь. Вы для меня, каждая, вот каждая из вас близкий человек. Я хочу пожелать вам, чтобы вы все познакомились, подружились, встречались в красивых местах, говорили о платьях, о стиле, о конфетах, о взаимоотношениях, о трудностях, о том, как получается слушаться, не слушаться, реализовывать, какие книги вы читаете, что вы изучаете, куда сходить вместе. Можно развиваться вместе культурно, объединяться, ходить в какие-то салоны, получать там. Ну представьте, вот там такая орава девушек придет, вам, конечно, там скидку какую-то хорошую делать в массажном салоне, к примеру. Да, то есть объединяться, когда девушки вместе, это сила. Вот, так что держитесь, будьте вместе, будьте едины. Желаю вам всем счастья, спасибо большое. До новых встреч.